Здравствуйте, дорогие друзья! Моя задача сегодня — это за короткое время попытаться сконцентрировать вас на каких-то моментах основных, которые могли бы считаться важными на настоящий момент для лечения пациентов с опухолями колоректальной природы, акцент на которых мы можем сделать после исследования микро-генетических маркеров. Ну, думаю, что, точнее не так, мне бы интересно было бы, чтобы прокомментировали мое мнение эксперты после окончания выступления, но мне кажется, что история колоректального рака до настоящего момента — это, конечно, история цитостатической терапии. Она началась давно, в 60-х годах. Были предложены антиметаболиты торпирамидины, потом добавлен потенцирующий эффект лейкаварин, болезненные режимы сменились инфузионными, которые менее токсичны, потом появились. Ирина Текана касалиплатин, появились комбинации стрел с болезненным, потом с инфузионным режимом, появился пероральный торпирамидин, капицитабин, ну и так далее. И до настоящего момента те показатели выживаемости, которые мы наблюдаем в основных клинических исследованиях, а их было как минимум три крупных рандомизированных исследования, которые проведены в течение последнего времени, отражают реальную парадигму лечения пациентов с колоректальным раком, это, конечно, история, мне кажется, цитостатической терапии. Именно использование всех цитостатических препаратов, рентекана, оксалиплатина, различных вариантов, вторпирамидина, включая пероральные, инфузионные, именно это отражается на увеличении выживаемости и достижении до 6-30 месяцев, что, наверное, является в настоящий момент тем стандартным показателем, которым мы и должны стремиться в нашей клинической практике. Но надо сказать, что с небольшим отставанием, но не менее агрессивно развивалась и таргетная терапия при колоректальной природе. И, собственно, именно на определении тактики таргетной терапии мы и говорим, когда говорим о индивидуализации лечения на основании молекулярно-генетических маркеров. Практически параллельно появились два основных класса таргетных препаратов, которые используются при опухоли в колоректальной природе. Это антиангиогенные препараты и анти-GFR препараты. Важно сказать, что я не буду в своём докладе упоминать про микроцелитную нестабильность, о ней, Григорий Александрович нам уже рассказал. И, в общем, это то нововведение, на которое мы очень сильно наденемся, но, к сожалению, пока оно касается небольшого числа пациентов. Я не буду говорить про берах позитивной опухоли, потому что действительно сейчас появляются новые таргетные комбинации, но, так скажем, их место пока, в общем, довольно ограничено с точки зрения лечения этих пациентов. Так вот, вторым вариантом лечения, который широко используется в лёгкой колоректальной природе, это лечение с помощью анти-GFR, моноклональных антител. И тот и другой вариант в дополнении с цитостатическим режимом приводил к увеличению показателей выживаемости. Но надо сказать, что принципиально, и это несколько негативно, как сказать, отличает опухоли колоректальной природы от других опухолей, то, что селекция пациентов для применения одного из препаратов проводится на основании негативного маркера. То есть отсутствие мутаций говорит о возможности применения одного из видов таргетных препаратов, а именно анти-GFR. Таким образом, исследование, скажем так, этих молекулярных особенностей, которые определяют чувствительность к анти-GFR, оно именно и проводилось по пути исключения определённых групп пациентов из этого лечения. На первом этапе было исследовано у всех и показало небольшое увеличение, затем были исключены пациенты с мутациями КРАС, а затем у пациентов с мутациями НРАС, и таким образом была идентифицирована группа, у которой эффект анти-GFR-терапии можно считать максимальным. Я с нетерпением, честно говоря, жду, когда же нашу клиническую практику или хотя бы мы приблизимся к нашей клинической практике к применению молекулярных подтипов, которые не исчезают из повестки дня, и сейчас всё больше и больше, точнее, не так, приблизительно в одинаковом темпе, но постоянно появляется информация о оптимизации этих режимов, о изучении эффективности различных вариантов терапии для каждого конкретного подтипа. Ну и в связи с этим мне интересно, по какому пути пойдёт лечение колоректального рака, по пути опухоли молочной железы, где всё лечение стратегически завязано на молекулярно-генетический подтип, или всё-таки по пути, например, опухоли лёгкого, где есть конкретные молекулярные нарушения, которые мы ищем, и на основании их строим тактику лекарственной терапии. И в связи с этим у меня короткий вопрос, который мне хотелось просто задать для того, чтобы аудитория продемонстрировала приблизительную ситуацию о том, что же происходит сейчас в России с лечением колоректальных опухолей. В каком проценте случаев вы начинаете лечение пациентов с метастатическим колоректальным раком до того, как вы получили молекулярно-генетический статус киерация на рафи-берак? Пожалуйста, к голосованию. А как часто вы начинаете лечение без молекулярно-генетического статуса? На самом деле, если речь идёт о начале, о том, что надо быстро начать терапию, то мы можем первый цикл начать без получения генетического исследования, а параллельно, пока идёт первый цикл, получить генетический ответ. Но, как правило, сейчас мы стараемся, стали приверженниками того, что из операционного материала уже выполнять генетическое исследование. Фёдор Владимирович, получены ответы, 78% слушателей голосуют за то, что менее 50% случаев. То есть большинство пациентов начинают лечение уже с наличием молекулярно-генетического статуса. С моей точки зрения, это отражает усилия экспертов, усилия русско, которые были предприняты для того, чтобы интегрировать молекулярно-генетический анализ в нашу клиническую практику. И такие результаты, конечно, они во многом зависят от того, какими городами представлена наша аудитория, потому что в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове, я уверен, сейчас не проблема выполнить молекулярно-генетический анализ. Тем не менее, в других городах это может быть до настоящего момента проблем. С точки зрения того, как мы можем лечить на основании этих молекулярно-генетических маркеров, на самом деле индивидуализация лечения как-то неудивительно, но на настоящий момент определяется в большей степени состоянием и статусом пациента. И первая группа пациентов, к сожалению, с которой мы довольно часто встречаемся в нашей клинической практике, это пожилые пациенты с выраженной сопутствующей патологией, которые не являются кандидатами для проведения полноценной химиотерапии, на самом деле по многим причинам, и далеко не всегда из-за того, что они её не перенесут, а довольно часто из-за социальных вопросов о том, что пожилым людям не всегда просто приехать, пройти лечение, выписаться, собрать анализы, необходимые для проведения лечения. То есть много вопросов, поэтому мы довольно часто выбираем, к сожалению, на настоящий момент терапию второперимидинами в качестве монорежима в первой линии, что, с одной стороны, является довольно, скажем, неплохим вариантом с точки зрения показателей выживаемости, тем не менее, те данные, которые были получены в крупных метаанализах, говорят нам, что, к сожалению, выживаемость пациентов, которые последовательно получают все имеющиеся препараты в виде монорежима, режимов, она всё-таки ниже, чем у тех больных, которые получают комбинированное лечение. И связано это, наверное, с тем, что всё-таки пациенты недополучают эти препараты в связи с ухудшением или какими-то другими организационными причинами. Вы на этом, в этот момент я вас призываю всё-таки стараться проводить пациентном комбинированное лечение тогда, когда это возможно, потому что это будет показательным. Тем не менее, монотерапия остаётся для пациентов, которые не могут его перенести, вполне разумные опции. Следующая группа, которую мы должны обязательно идентифицировать и для которых мы должны абсолютно точно подбирать лечение, это группа пациентов с резектабельными или, скажем, почти резектабельным метастатическим поражением одного органа. Это может быть печень, лёгкие, ну и даже есть отдельные репорты в этом году были представлены в отношении поражения брюшины. Потому что для этих пациентов выполнение полной редукции, удаление всех очагов, для части этих пациентов равносильно к радикальному лечению, которое будет проводено в самом начале. И в случае резекции около 50% пациентов могут жить 5 лет и дольше. На самом деле, если вы встречаетесь с пациентом с изначально резектабельными метастатическими очагами, конечно, вопрос проведения системного лечения, он открыт, но нужно понимать, что, скорее всего, этот вариант лечения, он будет влиять в большей степени на время допрогрессирования, практически не отразится на полной выживаемости, на общей выживаемости пациентов, которая во многом зависит больше от биологии в течение заболевания. А как мы можем предсказать биологию? Если вы видите пациента с резектабельными метастатическими очагами, они могут быть на момент выявления первичной опухоли, и, конечно, прогноз этих пациентов будет значительно хуже, чем у тех пациентов, у которых вы сначала удалили первичную опухоль, и через несколько лет у них появились одиночные 1-2 метастазов в течение. Это различные популяции пациентов, и, конечно, подход к лечению, наверное, должен быть различным, с предпочтением в пользу системного лечения у первичных метастатических пациентов и возможностью наблюдения у пациентов, у которых метастазы появились несколько позднее. Отдельной группой, на которой сфокусировано наше внимание в связи с возможностью использования и изменения прогноза этого пациента с помощью лекарственной терапии, с помощью цитостатической терапии в комбинации с различными таргетными препаратами, является группа пациентов с погранично-резектабельными очагами. И в этой ситуации таргетная терапия доказала свою эффективность, и мы должны её сертифицировать на основании молекулярно-генетического профиля. Если у пациента есть керас и нерас мутации, то, наверное, предпочтение, независимо от фланга кишки, должно отдаваться в пользу GFR-содержащих комбинаций, которые приводят к большей глубине и большей скорости ответа. В то же время для пациентов с наличием этих активирующих мутаций вполне возможно, мы должны идти по пути антиаммиогенной терапии. Другой важнейший, с моей точки зрения, вопрос, который остаётся по-прежнему нерешённым в нашей стране, это вопрос относительности критерия резектабельности этих очагов. Конечно, до химиотерапии, когда очаги максимальные, большее число хирургов будет считать их нерезектабельным. Мы провели химиотерапию, их уменьшили, и, естественно, большее число хирургов будет готово их прооперировать. Но вопрос заключается в том, что это время, и нельзя за один день обойти 10 хирургов и услышать их мнение, иначе того, который всё-таки возьмётся оперировать. Поэтому, с моей точки зрения, вопрос воздействия локального лечения этих очагов должен быть решён на системном уровне и должны быть интегрированы в нашу систему здравоохранения, налажены пути, по которым пациенты могут консультироваться, определяться их тактике лечения, затем они могут попадать в соответствующие высокоспециализированные центры, где эти хирургические воздействия будут проведены, потому что именно они определяют перспективы этих пациентов. Тот вопрос, который остаётся открытым, это вопрос использования таргетной терапии, точнее, не так, он на настоящий момент закрыт, а тем не менее исследование в этом управлении проводится, это вопрос использования таргетной терапии после полной циторедукции. Если в адеванте мы уже не используем таргетные препараты, ни антиангиогены, ни антиэджерфер, потому что показана их неэффективность, то вопрос применения этих препаратов после полной циторедуктивной операции, то есть в условно-адевантном режиме, то есть в условии после операции, после полной циторедукции, здесь могут быть какие-то ещё мнения, И в этом году было представлено исследование Парлин, где после операции использовался комбинат с анти-ДЖФР препаратом. И это исследование подтвердило бытующее на настоящий момент мнение о том, что, наверное, пока еще преждевременно использовать анти-ДЖФР препараты после полной цитроредуктивного лечения, потому что гипотеза в исследовании не была подтверждена, вы видите, общее выживаемость больных практически не различалась. Таким образом, больные с погранично-резиктабельными очагами должны, целью лечения этих пациентов является выполнение полной цитроредукции, потому что именно этот этап, именно хирургическое удаление позволяет нам достичь максимальных показателей выживаемости. Соответственно, здесь должны быть использованы максимально эффективные режимы для того, чтобы добиться этой цели, потому что именно она определяет перспективу этих пациентов. К сожалению, и в этом году АСКО, и, опять-таки, интересно услышать мнение наших экспертов, что они скажут об этом, но у меня какое-то ощущение сложилось, что направление развития взято в сторону большее осознание биологии процесса и той роли, которую она играет. То есть мы много говорим о том, что мы делаем, показываем графики, где мы влияем на выживаемость, влияем на резиктабельность, достигаем объективного ответа. А посмотрите, вот это различие, во-первых, о первичной резиктабельности метастатического процесса, во-вторых, о частоте конверсии на фоне цитостатического режима. И оказывается, что она, несовисимо от агрессивности лечения, напрямую и в большей степени зависит от биологических особенностей болезни. Берав мутированный опухоль, значительно реже являются апфронт резиктабельными, значительно реже подвергаются конверсии. Но точно так же и опухоль с геросмутацией, точно так же чуть реже подвергаются резекции после конверсии. То есть вопрос того, что мы можем сейчас преодолеть биологию заболеваний, как это произошло, например, для HER2-позитивного рака молочной дыры, мне кажется, для вот этой истории пока ещё не стоит. И, наконец, последняя группа пациентов — это те пациенты, которые на фоне удовлетворительного самочувствия, к сожалению, имеют распространённые заболевания без перспективы конверсии в резиктабельное состояние. Здесь, безусловно, нужно с самого начала понимать, что из лечения в этой ситуации, к сожалению, вероятность его невысока. И речь идёт про длительное лечение. И, конечно, здесь крайне важно понимать качество жизни пациента на фоне этого лечения. Потому что, например, бороться с выраженной кожной токсичностью на фоне анти-GFR препаратов на протяжении месяцев, а, возможно, и года на фоне первой линии терапии, ну, на фоне токсичности второй-третьей степени, может быть, это и не тот вариант лечения, который нужен пациенту. А с другой стороны, может быть, это то, что выберет пациент. Поэтому, конечно, мы должны с этим на этом это обсуждать в больнине. На настоящий момент есть данные трёх крупных исследований, в которых проводился апфронт сравнения комбинации статического дуплета с цитуксимабом и с биоцезумабом у пациента с диким типом РАС. И на настоящий момент получены, в общем, такие данные, противоречивые в рамках этих исследований. Тем не менее, метаанализ говорит о тенденции к увеличению частоты объективных ответов и общей желаемости при использовании терапии с анти-GFR препаратами. Но понимая, что, возможно, это связано с отдельными видами токсичности, которые далеко не всегда приемлемы для наших пациентов. Любопытно, в этом году были представлены данные, которые, с моей точки зрения, подтверждают общебиологическую тенденцию о том, что если мы наблюдаем уменьшение опухоли раньше на фоне проводимого лечения, то есть, по-видимому, объем опухоли, который может в дальнейшем повлиять на формирование резистентного клона, она происходит быстрее, что связано, возможно, с агрессивностью лечения, а возможно, с биологией самого опухолевого процесса. Мы таким образом продлеваем общую выживаемость пациентов, по-видимому, удлиняя время до возникновения резистентности. С моей точки зрения, это в очередной раз демонстрирует нам, что те успехи лечения, которые мы наблюдаем, они зависят во многом от биологии заболевания, что, опять-таки, было подтверждено в зависимости от фланга кишечника. Эти опухоли обладают различным происхождением, обладают совершенно различным фенотипическим профилем. И оказалось, что эффективность анти-ДЖФР-терапии не наблюдается при правом фланге, независимо от молекулярно-генетического статуса, а в то же время при левосторонних опухолях мы должны на него ориентироваться. Интересно, опять-таки, что, с моей точки зрения, представляет открытый вопрос, это то, почему частота объективных ответов не зависит от фланга и зависит от расстатуса, а время для прогрессирования общей выживаемости зависит, в том числе, и от фланга тоже. Опять-таки, возвращаясь к тому, что мы сейчас пока индивидуализируем больше на основании клинических маркеров и поверхностного взгляда на молекулярно-генетические особенности, вот это вот исследование, которое, опять-таки, было проведено в этом году, мы знаем о том, что цитоксимаб, имея возможность активировать иммунную систему против опухолевых клеток, влияет, может обладать иммунопосредованным механизмом действия. Вот в этом году были представлены данные, где опухоль толстой кишки, которые пациенты получали терапию анти-ДЖФР, они были стратифицированы на основании определенных иммунологических маркеров, которые определяют микроокружение в опухоли. Оказалось, что даже на основании этих маркеров мы точно так же можем стратифицировать опухоли в зависимости от, на несколько различных видов. Что, с моей точки зрения, конечно, определяет перспективу определения биологических механизмов в большей степени, чем того лечения, которое мы проводим на настоящий момент. Буквально два слова хотел сказать про поддерживающую терапию. Панитумабом в этом году были после окончания химиотерапии. Было в комбинации с инфузионными, с воропримегинами в этом году были представлены результаты небольшого исследования, в котором было показано небольшое, но достоверное увеличение времени до прогрессирования на фоне поддерживающей терапии панитумумаба и точно так же увеличение, некоторое увеличение общей выживаемости, к сожалению, которая оказалась нестатистически недостоверной. Тем не менее, на основании этого мы можем размышлять о том, что для отдельных пациентов с выраженным эффектом на фоне терапии антиджеффер-препаратами мы можем применять этот подход для поддерживающей терапии. И в связи с этим последний вопрос. Я уже, наверное, несколько перебрал свое время, поэтому мы вернемся. Вопрос к аудитории. Есть ли у вас организационные финансовые возможности применять таргетные препараты по первой линии лечения метастатического плодертального рака? Пожалуйста, голосуем. А я как раз хотел еще задать Михаил Юрьевичу вопрос, который был первым голосованием. Вы видите пациента, вы работаете в федеральном учреждении или на госпитальной комиссии. Вы, я знаю, сталкиваетесь с этой ситуацией. Вы встречаетесь с пациентом на госпитальной комиссии. У него есть гистологическое подтверждение метастатического процесса, но молекулярно-генетический статус его мы не знаем. Что вы сделаете на госпитальной комиссии и на консультации в федеральном центре? Я идет голосование, попробую ответить. На самом деле в большинстве случаев, член наблюдения, никаких данных по молекулярно-генетическому анализу нет у пациента. В подавляющем большинстве абсолютно. Лечить нужно. Если требуется назначение лечения, мы понимаем, что ждать 2-3 недели дополнительно мы уже не можем, спокойно начинаем химиотерапию. Чаще всего, собственно, если это правая половина, опять же, не может человек ждать, мы начинаем, можно спокойно с кселоксом, с белой, если у нас контроль болезни. Если у нас левосторонняя половина, то мы начинаем с фолфокс, или там фолфоксире, в зависимости от объема поражения. Поэтому здесь чаще всего начинаем с химиотерапии, а дальше уже приходит в операционный статус, мы назначаем лечение. В некоторых ситуациях, когда человек там крайне пожилой, сопутствующие патологии, у нас есть клинические моменты, указывающие на определенные нарушения, мы с Айхой, или же Бейрау, где мы можем, так скажем, как-то извратиться и химиотерапию не назначить, вот тут мы пытаемся ждать эти две недели дополнительно, объясняем пациенту и родственникам, что в его случае лучше рискнуть подождать, потому что тогда мы можем избежать химиотерапии. В этих случаях мы ждём. В большинстве случаев начинаем химиотерапию без ожидания результата. Собственно, это же мы внесли даже и в рекомендацию, от которой новые выйдут, это Оровские и Минзравовские. Туда такое положение, что в ситуации, когда требуется начало, а генетического анализа нет, не ждите, начинайте лечение. Дальше просто литерапия. Спасибо. Ещё короткий вопрос. Вот к третьему циклу, вы получили молекулярно-генетический анализ к третьему циклу, узнали, что вы можете добавить, например, анти-GFR терапию. Вы её добавляете на третьем цикле, а делаете обследование после трёх-двухнедельных циклов, как это положено, и вы видите, предположим, плюс 21%. Продолжаем. 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 Ну, таких ситуаций, так скажем, было немного, и чаще всего это было для мутированных больных, и приходила мутация, КИРАС, например, ИНРАС, и мы спокойно добавляли био-ацузумаб, и получали эффект. Такого там бурного прогрессирования нет, поэтому мы добавляли химиотерапию, тем самым модифицируя наше лечение, и получали спокойно контроль болезни. Это не проблема. Такие бурные прогрессирования случаются чаще всего на био-рафных, при био-рафных опухолях, когда начали там без бева лечить. Тогда, да, такое вы можете увидеть. Но это крайне редко, чаще всего нормально. А, кстати, пользуясь случаем, хотел защитить КИРАС мутированных больных с МСАХ, а то у меня интернет на тот момент отключился, а то прям антиэджифер их лишили, а сейчас еще иммунотерапию лишают. На самом деле, монотерапия, антипидиоан плохо работает, при КИРАС мутированном МСАХ, но вот комбинации пенива, даже специальный поданализ был выполнен для этой подгруппы пациентов, что мутация КИРАС никоим образом не влияет на эффективность комбинации антипидиоан и антистилл-4. Поэтому здесь, пожалуйста, не исключайте возможность назначения иммунотерапии при КИРАС мутированной больнице. Уважаемые коллеги, результаты выведены на экран. Первый вариант, я так понимаю, это более 50% случаев, доминирующее число проголосовало 40%. МЕЯ в половине случаев 32 и менее 50% 28. Такие результаты. Спасибо. Продолжение следует...